На днях команда из пяти тюменцев вернулась из Африки. Там они покорили самую высокую точку континента, гору Килиманджаро. Восхождение длилось 5 дней, перепад температур 40 градусов. Впечатлениями участники восхождения поделились с нашим коллегой Алексеем Козловым. Пик Ухуру, Килиманджаро, 5 895 метров над уровнем моря. Самая высочайшая точка Африки. На то, чтобы подняться сюда, у тюменской группы альпинистов и новичков ушло 2 недели. Олеся Алексеева в Африке была впервые, горами увлеклась 2 года назад. Пик Килиманджаро оказался самой высокой точкой, на которую она восходила. Это сложно очень, мало кислорода, организм себя ведет немножко неадекватно. А что происходит при восхождении таком? При восхождении просто возникают головные боли, тошнота, рвота и так далее. То есть это вот признаки горной болезни. Но как-то у меня был, наверное, соответствующий настрой. Вообще у нашей команды изначально мы настраивались правильно. Несмотря на то, что цель была достигнута, горная болезнь давала о себе знать. Участники акклиматизировались несколько суток, поднимаясь каждый день на несколько сот метров. Они почувствовали всю высоту, в полном объеме. Но в то же время люди, которые пришли первый раз, но как бы более хорошими физическими данными, то есть они не курят, да, не пьют там особо, они дошли до 5600 метров. А есть люди, которые были, допустим, до этого где-то на наших проектах, они дошли до вершины. То есть как бы вот это вот, как бы организм знает, как бороться уже с такой горной болезнью. Перед восхождением на самую высокую точку Африки тюменцев встретили местные проводники, которые сопровождали группу до вершины. Когда ты идешь на эту гору, ты каждый день вечером, ты видишь, получается, внизу Кению там, а с другой стороны ты видишь Мошу, то есть Танзанию. То есть она стоит только на границе, да, и больше ничего, никаких гор нету. То есть получается, как будто лезешь вот в поднебесе, как по лестнице. Следующее восхождение тюменские альпинисты планируют совершить через месяц на Южном Урале. На пик и ремель могут подняться все желающие. Для него не требуется альпинистского снаряжения. Его высота всего 1582 метра. Восхождение планируется на 8 марта. Алексей Козлов, Александр Изосимов, Сибунформбюро. Я бы с ними прогулялся. Ну, на самом деле, это восхождение своеобразный подарок тюменцам к Олимпийским играм. Теперь на самой высокой точке Африки есть флаг нашей области. Не успел Тимур Гайнулин вернуться и сразу попал к нам в студию. С ним встретился Дима и узнал не только подробности восхождения, но и то, что наших альпинистов мы сможем увидеть на следующих зимних Олимпиадах в качестве участников. Тимур, здравствуй. В декабре мы с тобой встречались. Тогда ты сказал, что подарите Тюменской области интересное восхождение к Олимпиаде. И вы поднялись на Килиманджаро. Вот мы только что это наблюдали. Итоги. Расскажи, как это было? Да, здравствуйте. У нас, как все и было запланировано, состоялось. У нас восхождение проходило с высоты 1800 метров и до 5859 метров дошли всего 5 участников. А остальные куда делись? Остальные, получается, отсеиваются уже с высоты 4700 метров и доходят там, получается, самые сильные, самые опытные, можно сказать, участники. Ну, в том дело, что восхождение считается сложным. Сложно считается высота. Да. То есть идет просто тропа, технически ничем не обремененная. Человек идет, идет, идет. То есть по голым скалам подниматься не приходилось? Нет, 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 все идут просто пешком. Это трекинговая гора, специально для развития вот такого массового альпинизма. Вот. И спокойненько все доходят до вершины. Кто не доходит, их гиды сопровождают вниз, в теплый, получается, дом. Они отдыхают и спускаются полностью вниз. На все дается 5 дней. Это закон, по закону. Насколько я знаю, там еще разница высот, температура, еще вот это тяжело. Да, получается, восхождение начинается с джунглей вообще, а позаканчивается в пустыне. То есть горная настоящая цепь, там горный снег, горный холод, то есть и потом обратно возвращается. Вот такой дикий перепад. Угу. Получается, сейчас на Килиманджаро стоит флаг Тюменской области. Кто его водрузил? То есть, получается, водрузили у нас Сергей Шабалин, Сергей Шабалин, его сын, я, Стригоцкий Андрей и Милехин Иван. Вот 5 человек, которые подняли флаг Тюменской области. Вот, кстати, по поводу Сергея Шабалина. Я знаю, что мальчику 13 лет. Как он вообще попал на этот трекинг и как он прошел? Тут заслуга его отца. В том году мы в мае попробовали силу Сергея в Непале, то есть в Гималаях. Дошли с ним до высоты 5500 метров. Он просто идеально перенес эту высоту, без всяких проблем. То есть для его возраста это вообще уже 12 лет тогда было. И папа решил, что, возможно, он готов на Килиманджаро тоже сходить. Они идут вместе, и сын чувствует просто идеально себя. Отец маленько похуже, но сын в итоге добегает до вершины, а отец потихонечку доходит. Вот такая вот ситуация. Но у Сергея очень хорошая переносимость высоты. Я думаю, у него большое будущее. То есть вы его готовите уже к альпинистским свершениям будущим? Да, мы хотели бы, чтобы он не перестал заниматься. Тимур, вы продвигаете у нас в Тюмени не только альпинизм, но и ледолазание. А в чем разница между этими спортами? Ледолазание – это дисциплина альпинизма. То есть не сказать, что альпинизм – это классическое восхождение в горах. Ледолазание – это такой, получается, более элитный, более домашний вид спорта, который проводится на сооружениях искусственных. Вот наш ледодром, да, СК «Патриот», который развивается при поддержке нефтегазового университета. Вот там у нас идет, получается, база основная. Вот все отличие от того, что человек преодолевает в рамках, получается, соревнований, правил, трассу. Отвесную стену. Отвесную, да. То есть там очень редко, что она пологая. Он преодолевает ее на трудность, на количество метров, да, или на скорость, на сколько быстрее он залезет по льду. Какие-то элементы имеют ледовую конструкцию, какие-то просто фанера. Вот и все отличие получается. В январе этого года вы уже презентовали этот спорт тюменцам в рамках чемпионата России. А как все прошло? Какие итоги вы подвели? У нас было 80 человек, кто, получается, приехали самые лучшие спортсмены со всей России. Многие не приехали, потому что как раз Олимпийский огонь был в их городах, как раз нанесли, да, его. И у нас, получается, золотая медаль на трудность Кузова-Лев Николай, бронзовая медаль на скорость у Каплина Юли. То есть, получается, мы остались с медалями. В принципе, даже, как я сказал, лучший результат мы показали у себя на нашем ледодроме. И, в принципе, мы сделали какую-то работу над ошибками. Сейчас в Сочи у нас люди наблюдают показательные выступления по ледолазанию. Ходят разговоры, что ледолазание может стать олимпийской дисциплиной на зимних Олимпиадах. Что нужно сделать, чтобы это произошло? Что нужно сделать? Вот сейчас, на данный момент, получается, это уже такой, сказать, заключительный этап того, что нужно было бы сделать. Это надо презентовать было, вот эту сосульку, да, вот эту конструкцию ледодрома 15-метровую в Сочах. Показать, что такое ледолазание, показать, как это зрелищно, красиво и просто. Именно скорость. Ну, ты сам смотрел показательные. Да, да, у нас сейчас уже есть страничка, где выкладывают люди. То есть у нас там как раз ребята работают волонтерами. И каждый день выкладывают. Там по 850 человек постоянно пробуют этот вид, одевают кошки, берут ледовый инструмент и пробуют себя в качестве ледолаза. Всем интересно, особенно китайцам, кстати. Они в этом плане очень хорошо лазают. То есть получается, что когда ледолазы не станут олимпийской дисциплиной, у нас уже появится основной соперник. Это Китай. Да, да, они сейчас уже для взрослых соперники на чемпионатах мира и будут, я думаю, продолжать. Ну, а вообще спорт от этого выиграет, если он станет олимпийской дисциплиной. Что ему это даст? Я думаю, мы значительно продвинемся вверх просто очень сильно. Мы будем уже олимпийским видом спорта. С нами будет считаться по-другому и власти, и законы. И все будет более интересно, более зрелищно. Если среди тюменцев, да, помечтаем, ледолазание стало в итоге олимпийской дисциплиной, в Тюмени есть готовые спортсмены, которые хоть сейчас отправляют на олимпиаду? Вот буквально вчера я узнал новости. Есть как раз детишки, которые у нас, да, тренируются, заняли первые места, то есть два первых места, одно второе, там одно третье место на первенстве мира. Да, и в продолжении темы олимпиады, за кого болеть-то будешь? Ну, получается, я болею за сборную России по биатлону, мне этот вид более интересен, чем все остальные. Почему только биатлон? Я же знаю, это у нас единственный альпинист, который с Эльбруса спустился с высшей точки Европы на сноуборде. Видите, как бы спуск на сноуборде, я подразумеваю, что для меня это свобода, это не выбор каких-то правил или каких-то так еще законов, да, которые есть на соревнованиях. Ну да, есть определенные программы и элементы, которые надо выполнить. Вот именно, то есть тут ты на свой страх и риск, выбираешь трассу, выбираешь все, что угодно, да, и едешь, получаешь полностью удовольствие. То есть олимпийский сноуборд для тебя не так экстремален, как должен быть? Верно, то есть это не то, это уже просто, как сказать, гемастика, художественная гемастика уже получается. Конечно, она сложная, но она не так интересная, как, допустим, биатлонка. Ну что ж, в любом случае, я думаю, твой голос поддержки поможет нашим биатлонистам. Доброго дня. Спасибо. Спасибо.